Тактильное чувство, которое подарило человеку природа, теперь может соединить в себе инновации и технологичность. Сегодня будущее само прикоснется к вам через передовую технологию интуитивно понятного устройства. Это совершенно новый пользовательский опыт в одном касании. Клавиатура Prestigio Click & Touch по технологии Клавиатура. Доброго дня, уважаемые коллеги. Я очень рад приветствовать вас на событии, благодаря которому мы прикоснемся к будущему. Более того, мы с вами станем первыми, кто сможет не только увидеть, но и протестировать новый уникальный инновационный продукт, клавиатуру Prestigio Click & Touch по технологии Клавиатура. Формат нашего общения будет выставлен максимально комфортно. Вначале спикеры расскажут о создании этой уникальной технологии, расскажут о том, через что пришлось пройти, чтобы этот продукт сегодня был патентован после. У вас будет возможность задать им вопросы, а потом, собственно, уже протестировать клавиатуру Click & Touch престижу в двух демозонах. В домашнем и рабочем пространстве. Ну а после этого для вас будет организован трансфер для продолжения неформального общения со спикерами. Итак, очень хочется представить людей, которые сегодня расскажут и о технологии, и о продукте. Это Валентин Сокол и Михаил Крубинков, основатели компании Клавиатура. Это коммерческий директор Prestigio Consumer Сергей Соболев. Это основатели SEO группы компании Asbis, главный инвестор клавиатура Сергей Костевич. И чуть позже, во время QA сессии, к нам присоединится директор по маркетингу Prestigio Анна Цигуна. Давайте их поприветствуем. Вот, казалось бы, обычная клавиатура. Что можно в ней изменить кардинально? Уж на протяжении нескольких поколений клавиатура остается клавиатурами. И этот опыт, который пользователи имеют во время использования клавиатуры, в принципе, остается неизменным. Так было очень и очень долго, до того момента, пока двое очень талантливых молодых людей решили, что нет, все-таки изменения могут быть, и изменения эти могут быть кардинальными. Вот о том, что можно кардинально изменить в простой клавиатуре, прямо сейчас расскажет Валентин Сокол, соучредитель компании Клавиатура. Пожалуйста, Валентин. Добрый день. Спасибо, что пришли. Многие из вас проделали большой путь. Это круто. Спасибо. Квариатура. Дело в том, что компьютерная кариатура, та самая, которую многие из вас будут набирать текст сегодняшней статьи, она не менялась с 1984 года. Да, она стала тоньше, да, она изменилась в дизайне, но кардинально ничего не поменялось. Давайте посмотрим, что вообще за это время, в 35 лет, случилось. Мобильные телефоны выглядели вот так вот. Сейчас это полноценный компьютер с камерой и навигатором внутри. Машина. Она мало того, что стала точнее, изменилась в дизайне, но сейчас машины учатся ездить самостоятельно. Прогресс коснулся даже холодильников. Есть сейчас холодильники с искусственным интеллектом, которые сами могут понимать, какие продукты внутри них лежат, давать вам советы по диете и даже заказывать продукты за вас. Ноутбуки выглядели 35 лет вот так вот. Вернемся к клавиатурам. Вот разница, которую мы получили за 35 лет в клавиатурах. Изменился дизайн, добавиваются какие-то очень простые фичи, но кардинально ничего не поменялось. Это возмутительно, я считаю. Где вообще прогрессы в этой области? Клавиатура, в принципе, достаточно археичное устройство. Взять хотя бы колоришек капс-лок, который корнями уходит к печатным машинкам, а это конец 19 века. Дело в том, что на печатных машинках нельзя менять шрифт, понятно. А для того, чтобы выделить текст, часто используют верхний регистер. Для этого нужно было поднять пишущий механизм с помощью клавиши shift и держать его в таком состоянии. Если вам нужно было написать несколько предложений таким образом, это было тяжело для ваших мизинчиков. На помощь пришла клавиша капс-лок, которая фиксировала нажатие клавиши shift. Крутое запретение в то время, но сейчас это клавиши до сих пор в наших компьютерах. Это архаизм чистейшей воды. Это время, когда у нас повсюду есть тач-интерфейсы. Тач сейчас везде. Тач в ноутбуках, в телефонах, в планшетах, в часах, в специальных машинах, в той же машине Tesla, тач, панель заменила практически все управление. Многие дети учатся взаимодействовать с экраном смартфона или планшета раньше, чем говорить. С другой стороны, у тач-технологии при всех ее плюсах есть свои недостатки. Рассмотрим их на примере планшетов. Есть в планшетах виртуальная клавиатура. Я уверен, что многие из вас пробовали на ней печатать. Поднимите руки те, кто пробовал двумя окраинет именно набирать текст на экранной клавиатуре. Окей. А теперь поднимите руки те, кто делает это постоянно. Круто. Но не много человек. В первую очередь, потому что нет таксильного лодика. Непонятно нажатая или кнопка. Не очень понятно, над какой клавишей, в принципе, находится палец. Бедные клавиши. Все это важно для удобной печати. Не зря для планшетов Apple, iPad, есть целый ряд сторонних аксессуаров физической клавиатуры. А модельный ряд Apple Pro, iPad Pro, и вовсе сделан так, чтобы изначально на нем можно было удобно работать с физической клавиатурой. Отсюда вывод. Тактильный лодик очень важен. Но как совместить две эти вещи? Потрясающий юзер интерфейс тачскринов, тачустройств с тактильным лодиком. Эта идея дала рождение технологии, которую мы назвали клавиатуром. Технология, которая позволяет реагировать на касание обычной клавиатуры, как тачпад. Вы можете управлись курсором прямо на клавиатуре. Пролистывать страницы. Делать жесты. Это все на одном устройстве. На одной панели, там, где у вас уже и так расположены руки. Вам теперь нужно одно устройство, чтобы полноценно управлять вашим компьютером. Кроме того, что это удобно, это еще и экономит ваше время. Мы провели исследование. Специальный трекинг засекал время от того момента, когда пользователь заканчивал набирать на клавиатуре. До того момента, когда он начинал управлять мышкой. То есть фактически засекалось вот это вот время переноса руки. Выяснилось, что за год пользователь в среднем тратит около одной рабочей недели на это движение. Немало, согласитесь. Сегодня, через три года от того, как производилась ИДЕ, до момента, когда мы ее реализовали, проделав путь в 483 тысячи километров на всю команду поездок в Китай и другие командировки, мы рады представить вам нашу технологию. Давайте посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А сейчас я хочу передать слово моему другу и партнеру Михаилу Крупенкову, который расскажет больше о самой технологии и с трудностями, с которыми мы столкнулись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо, Вал. Здравствуйте всем. Сегодня очень хороший день, потому что мы наконец-то можем рассказать о той технологии, которая, по нашему мнению, достойна стать новым методом ввода в будущее. И моя роль сегодня это максимально просто рассказать о особенностях и достоинствах технологии клавиатура. Технология клавиатура, как уже сказал Вал, это возможность печатать на клавиатуре, как вы печатаете сейчас, и при этом чувствовать клавиши, и в то же самое время использовать поверхность клавиш, как большой тачпад. Это звучит достаточно просто. Однако в процессе реализации мы столкнулись с двумя принципиальными проблемами, на которых я хотел бы остановиться чуть подробнее. Первая проблема – проблема железная. Железная – это hardware, в нашем случае это клавиатурный блок. Представьте, что вы достали клавиатуру из лампопа, и вот это и есть клавиатурный блок. Так вот, до сегодняшнего дня не существовало клавиатурного блока с встроенным внутрь тач-сенсором. И это объясняется в первую очередь тем, что требования, которые предъявляются к тач-функциональности и к клавиатурной функциональности, они зачастую диаметрально противоположны. И это сложная инженерная задача. Кроме того, она осложняется еще и тем, что вообще клавиатурный блок – это очень массовый продукт, с обычными тиражами порядка 100 тысяч штук и более. Получается, недостаточно сделать просто прототип, нужно, по сути дела, сделать новое производство. И даже если представим, что такой клавиатурный блок есть, появится следующая проблема – проблема софтора. И эта проблема, она заключается в том, что используя такой клавиатурный блок, пользователь, естественно, может и печатать, и делать жесты. При этом легко представить себе ситуацию, когда ты печатаешь, но при этом у тебя жесты сенсор, и у тебя начинает прыгать с курсора или даже хуже кликать. И на сегодняшний день нету технологии, не было технологии, которая бы могла это понимать, потому что все технологии touch'а для телефонов и прочего, они созданы с тем, чтобы пользователь делать только осознанные действия. А в нашем случае есть еще и клавиатура, которую как-то нужно фильтровать. И вызов принят. Нужно сказать большое спасибо Сергею, который поверил в наш стартап. Только когда у нас был handmade прототип, по сути дела, дав нам возможность завести технологию до массового производства. И благодаря его советам о самой главной экспертизе в hardware бизнесе мы смогли найти решение на вышесказанные проблемы. И первое решение заключается, было найдено следующим образом. Мы взяли клавиатурный блок без touch'а функции и внедрили туда touch'а сенсор. И, естественно, это привело к огромному количеству проблем. Нам пришлось сделать это в Китае. И мы прожили там более двух лет, настраивая производство и так далее. Мы сделали более 30 итераций разных моделей, то есть touch'а сенсора. Мы сотрудничали со всеми большими, крупными производителями touch'а сенсором. Сделали более 50 прототипов. И в процессе подготовки к производству нашли несколько важных технологических решений, на которые подали патентные заявки. И пройдя через весь этот производственный ад, мы сделали первое поколение клавиатурного блока клавиатура. Ко второй задаче мы приступили еще до того момента, когда у нас появился промышленный образец. Когда мы работали на хендмейт-прототипах. Потому что мы считаем очень важным, ключевым, чтобы режим, когда пользователь набирает, и режим, когда пользователь делает жесты, чтобы не нужно было между ними переключаться с помощью кнопки. А наоборот сделать это максимально интуитивно. Не требуя от пользователей никаких дополнительных действий. Потому что иначе получается бессмыслица. Мы интегрируем клавиатуру touchpad, но при этом делаем кнопку. И это то же самое отвлечение, о котором говорил Вал. И в процессе работы мы сделали то, что мы сейчас называем интуитивная клавиатурная система. По сути дела, это штука, которая не требует от пользователей никаких дополнительных действий. Она не меняет его привычек. И когда тебе нужно печатать, ты просто печатаешь и набираешь этот текст. Когда тебе нужно сделать привычный жест, ты его делаешь, и это работает. И я думаю, сейчас самое время, собственно, показать первое в мире устройство с технологией клавиатура Prestigio Click & Touch. Вал, помоги, пожалуйста. Для начала я хотел бы показать, как происходит работа с мышкой. То есть привычным нам образом. Для того, чтобы ввести что-то, я использую клавиатуру. И для того, чтобы нажать на ссылку, я должен переносить ссылку. Чтобы ввести что-то опять, я опять приношу руку на клавиатуру и опять что-то должен ввести. Теперь посмотрим, как это происходит с клавиатурой Prestigio. Вот сейчас вал будет печатать. И я вот еще раз на самом деле хочу подчеркнуть, потому что это очень важная ключевая особенность. На клавиатуре нажимаются, и поэтому можно печатать достаточно быстро, точно и печатать слепую. А когда нужно воспользоваться курсором, вот, ты делаешь просто точно такое же действие, к которому ты уже привыкнуть очкать, и автоматически включается курсор. Нужно кликнуть, тапаешь, и все работает. Немножко тормозит интернет, сейчас загрузится. Вот. Чтобы проскролить, привычный жест двумя пальцами она скролит. Собственно, кроме этого, у нас еще есть мультимедийные функции. Работают следующим образом. Верхний ряд клавиш, он тоже touch. И с левой стороны можно, проводя пальцы, перематывать видео. Вот. А правая сторона регулирует громость. Больше меньше. Спасибо большое, Рау. Получается, что клавиатура Prestigio Click & Touch, мы сделали дизайн таким образом, чтобы ее было удобно использовать и на столе, и на диване. Ее можно было положить с собой в такое универсальное устройство, которое вы можете комфортно использовать практически в любой ситуации. Кроме этого, я еще хочу сказать, что на последней презентации Apple рассказал о том, что в следующей операционной системе для iPad'а у них будет мышка. И в наших домозонах это уже можно будет попробовать после презентации. Этот кейс и другие кейсы, вы сами сможете посмотреть, как это работает. Кроме того, сама технология клавиатура может быть встроена в любую клавиатуру. Сейчас мы работаем над интеграцией технологии в веб-топ. Посмотрите, сколько сейчас занимает тачпад в этих устройствах. Это подстанство могло быть использовано более рационально, какими-то другими фишками. Либо само устройство могло быть меньше, при этом сохраняя такие же габариты экрана. Это может быть сделано с технологией клавиатура. Клавиатура — это будущее. И мы уже сейчас над этим работаем, потому что мы верим в то, что клавиатура в будущем будет использоваться по всему миру большим количеством компаний. Поэтому, как сказал Вал, мы сейчас работаем над следующим поколением клавиатурного блоков клавиатуры, которые будут интегрированы в вот эти лаптопы, которые мы сейчас показали. Это вполне себе лаптопы, которые были недавно показаны на Computex. Которых, в общем-то, мы будем очень близки. Наша бизнес-модель заключается в том, что мы сотрудничаем с брендами. Спасибо большое престижу, потому что для нас очень важно, на самом деле, иметь какой-то старт и первый бренд — это очень важно. И сотрудничаем с брендами, таким образом бренды делают свои собственные продукты, используя технологию клавиатура, таким образом мы сможем, мы хотим, и мы сможем, я уверен, распространить нашу технологию на весь мир. И в процессе работы было очень много отговорок, было очень много сомнений. Но, как сказал Черчилль, пессимист видит сложности, возможности. А оптимист видит возможности сложности. То есть вот мы увидели возможность, и теперь мы рады предоставить вам нашу интуитивную клавиатурную систему, и у вас будет возможность к ней сегодня прикоснуться. Спасибо большое. Полиция Цокол, Михаил Крупенков, создаватель компании «Клавиатура». Ваше обладательство. Простите, пожалуйста, но сколько человек вообще в компании работает? Начали же, что не вдвоем вы эту революцию-то делали. Нет, конечно. У нас в компании работает 10 человек. Ребят, выйдите, пожалуйста, на сцену. Всего 10 человек, которые изменили мир. Я думаю, что без лишней скромности можно об этом говорить. Проходите, ребята. Дима занимается производством. Бедный Дима. Игорь промышленный дизайнер. Юра занимается инновациями. Юля тестирует, чтобы все работало хорошо. Василий программирует все это. Роман программирует. Евгений программирует, чтобы интуитивная система работала. Спасибо большое, ребята. Большое спасибо. Команду мечты. Спасибо большое, Михаил. Спасибо большое, Валентин. Команду клавиатура вам огромное спасибо. Я думаю, что очень скоро все человечество будет пользоваться результатами вашей тронарии. Очень хочется на тренинге. Спасибо большое.